Сейчас Никита Гарбус – опытный спортсмен. В копилке 25 медалей. Большая часть – золотые. Да, ему всего 17. Но планы на будущее грандиозные. Главная цель – Олимпийские игры в Париже. А начало все 10 лет назад. Друзья привели в зал бокса. Было тяжело, но ведь никто не говорил, что будет легко. Через кровь и пот пришли победы. «Последние мои соревнования – это были первенства Олимпийских дней молодежи в городе Могилеве, которые проходили в сентябре месяце. Там я стал первый, провел три боя. Нравится это все. Когда тебе в ринге поднимают руку, эти ощущения не передать. И все. Больше ни о чем не вздумываюсь. Бокс – это моя жизнь». 2021-й особенный не только для нашего героя, но и для всей из дюшер. По итогам года Международная ассоциация бокса признала Бобруйское отделение лучшим в республике. Спортсмены уверены – это общая заслуга. Но далеко не предел. «Воспитанник и спортсмен ныне нашей школы Александр Родионов – участник Олимпийских игр, олимпиец. Это впервые в истории бобруйского бокса. Боксер из города Бобруйска попал на Олимпийские игры. И не просто попал статистом туда, занял девятое место, выиграл бой». «Не Олимпийскими играми едины. Воспитанники школы – многократные чемпионы Европы, призеры чемпионата и Кубка Беларуси в элитном дивизионе. Подрастает и молодая поросль. Группа набрана. Но, несмотря на это, принять в боксерскую семью готовы любого». «Вход в школу свободный. Ждут как мальчиков, так и девочек от 9 лет. Занятия бесплатные. От вас лишь шкипировка. Капа, бинты, скакалка. И это лишь минимум. И, конечно, не забудьте взять с собой желание, а то без него не пустят». «Для начинающих в плане – три тренировки в неделю по полтора часа. Плюс бассейн. У опытных бойцов график серьезнее. Занимаются практически ежедневно. В зале на 50 лет в ЛКСМ-10 работают три первоклассных тренера. В реестре больше 60 ребят. Возраст от 9 до 21 года.